Механическая клавиатура, как и любой объект, который вам дорог, требует должного ухода. Клавиатуру нужно чистить, клавиатуру нужно любить, клавиатуру нужно смазывать и в целом за ней нужно ухаживать. И как это делать правильно, расскажу тебе сегодня в этом видео. Привет, меня зовут Арсений, а ты на канале CustomMade. Let's go! Начнем, пожалуй, с самых очевидных моментов. Ваша механическая клавиатура, как и, например, квартира или машина, требует регулярной чистки и обслуживания. Ведь поддержание чистоты вашего устройства напрямую влияет на его долговечность и комфорт от использования. В комплект некоторых клавиатур, в особенности с Ali, зачастую кладут прозрачный пластиковый кофр от пыли. Это шикарный аксессуар, который поможет защитить клавиатуру от пыли и содержать ее в чистоте. Если такого аксессуара в комплекте нет, не волнуйтесь, сейчас максимально подробно расскажу про то, как правильно чистить ваш борт. Для начала нам понадобятся некоторые инструменты, без которых процесс очистки будет куда более трудозатратным. Основные принадлежности это пулер для кейкапов, пулер для свитчи, если у клавиатуры есть hotswap, свитч-опенер, щетка для чистки с длинным ворсом или зубная щетка, губка, моющее средство, например, для посуды против жира, а также отвертка и пластиковая карточка для разборки девайса. Ну и желательно обзавестись специальной смазкой для свитчей и стабов, если ваша цель вернуть клавиатуру в исходное идеальное состояние. С инструментами вроде бы разобрались, приступаем к самому процессу. Первое, что нужно сделать, это, конечно же, обесточить клавиатуру. Если девайс у вас проводной, то достаете кабель питания, а если девайс у вас беспроводной, то переключайте ползунок внизу клавиатуры. Ну, зачастую он расположен там. Таким образом, даже при попадании влаги вовнутрь, ваша клавиатура останется целой и невредимой. Соответственно, первое правило – избегайте попадания воды на клавиатуру и вовнутрь ее корпуса. Обесточили девайс? Шикарно! Можем снимать кейкапы. Для этого используем пулер. Лучший вариант – это проволочный пулер, который не царапает и не портит кейкапы. Стоит такая вещь и цена ли около 100-150 рублей, но сильно упростит вам задачу. К тому же сейчас продаются комбинированные варианты, то есть совмещенный и кейкап пулер, и свитч пулер. Аккуратно снимаем все кейкапы и складываем их в пиалу или тазик. По аналогии с чисткой ковра берем моющее средство, желательно против жира, так как все жировые следы на кейкапах, оставшиеся после ваших рук, удаляются куда проще. И далее добавляем 3-5 капель средства в тазик с водой и кейкапами. Вода должна быть комнатной температуры, ни в коем случае не горячая, так как вы можете испортить сами колпачки. Очищаем кейкапы с помощью губки, тряпки или щетки и вытираем их. Оставляем сушиться. Опять же, без использования фена, батареи и прочих нагревательных элементов. Касаемо чистки плейта, все куда проще. Тут нам понадобится маленький пылесос, щетка или тряпочка. Если есть маленький пылесос или специальная насадка, то первым делом проходимся им. Если такового устройства или насадки нет, то используем православную тряпочку или щетку. Убираем всю пыль, волосы и шерсть, а далее протираем поверхность тряпочкой. Предварительно ее можно смочить либо в воде, либо в спирте. Вуаля, плейт и кейкапы чисты. Ну а теперь самый простой этап, это очистка корпуса. Если он у вас выполнен из пластика или металла, то просто берете тряпочку и протираете его. При необходимости, конечно же, можно использовать спирт. Если корпус из стекла или имеет необычное покрытие, то лучше использовать микрофибру, так вы его точно не поцарапаете. Ну а теперь про смазку переключателей и стабилизаторов. Это, пожалуй, тот самый момент, которым многие пренебрегают при чистке устройства, хотя свойства смазки со временем сходят на нет. Подробный гайд по доработке клавиатуры, в том числе и смазки, ты сможешь найти на нашем канале. Если кратко, то с помощью Switch Opener мы разбираем свитч, а далее отдельно смазываем пружину и отдельно направляющие стема. После собираем свитч и вставляем обратно в клавиатуру. И так с каждым юнитом. Со стабилизаторами план действий похожий, отличаются лишь смазки. Но если самостоятельно смазывать клавиатуру ты не хочешь, то можешь обратиться к нам в Custom Made. Мы с удовольствием тебе поможем. Финальный этап – это сборка клавиатуры. Тут ничего сложного нет. Выполняем все предыдущие этапы, но в обратном порядке. В результате мы получаем чистую, смазанную и полностью обслуженную клавиатуру, которая и выглядит, и ощущается как новая. Ну и конечно же правильно ухаживать за своими девайсами, но меня по-прежнему зовут Арсений и ты был на канале Custom Made. Увидимся совсем скоро в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok